Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Елена, и сегодня тема предновогодняя, тема хлопотная, затратная немножко, но очень-очень радостная, потому что приближаются праздники, и мы хотим подарить своим любимым, своим близким, своим друзьям какие-то подарки, какие-то приятные знаки внимания, какие-то минутки радости. Давайте приступим. Я приготовила те подарочки, которые буду дарить сама. Надеюсь, они вам понравятся, и, может быть, вам придёт какая-то идея, что подарить своим близким, своим любимым, дорогим людям. Итак, разброс цен, конечно же, очень разный, и, может быть, кому-то покажется это, что дорого, но это то, что я хочу подарить своим любимым людям. И начнём с того, что, допустим, если вы не знаете, что подарить, может быть, каким-то товарищам, друзьям по работе, с коллегам, можно подарить, к примеру, вот такой набор у меня в виде малины, яблока и ореха макадам, такой перекус, я бы сказала, но очень красиво оформлено, мне показалось это интересным. Это 100% натуральные продукты здесь, и мне показалось, что такой подарок будет уместным подарить на работе кому-то, из коллег, если вы это хотите сделать, либо, допустим, для всех на работу принести, высыпать в какую-то вазу, это будет замечательным подарком. Также можно собрать какую-то корзину, положить туда, допустим, орешки, можно положить туда чай, можно подарить такой, мёд, вот у меня, например, в разных таких маленьких баночках на пробу мёд, и будет очень красиво, это смотрится, это приятно, это нужно всегда, это то, что необходимо нам в зимний период, например, мы согреемся и чаем, и закусим в прикусочку с мёдом, с орешками, очень вкусно, приятно, и, в принципе, это не так дорого. Такой вот подарочек я приготовила для своих коллег на работе. Этот подарок, конечно же, можно подарить не только коллегам по работе, но также и своим каким-то близким друзьям, тоже будет очень приятно. Также одной из идей подарков является, конечно же, кружки. Кружки всегда нужны, они всегда актуальны, а тем более, если кружка выполнена вручной работой, вручном, как, ручным способом, то есть кружка, конечно же, не выполнена сама, ручным способом, но дети, например, вот эта кружка, её расписывали дети, которые нуждаются в каком-то, в какой-то помощи, дети-инвалиды, дети, которые болеют, они разрисовывали вот эти кружки, и все деньги, полученные от продаж этих кружек, пойдут им на лечение, на какие-то нужные вещи. Вот такая очень красивая кружка, её можно подарить смело подруге. Такие здесь девчушки-веселушки, красивые, мне нравится эта кружечка с котиком, я люблю вообще котиков, и считаю, что это очень хорошая тоже идея, подарка. Также вот ещё может быть такой подарок в виде кружки, ну, это для тех, кто любит, для тех, кто, конечно, собирает, например, вот такая кружка с мумитролями, я собираю кружки мумитроли, и это сезонный продукт, то есть это будет выпущено только в этом году, весенне-зимний период эта кружка, то есть элементированное издание, пока продаётся, допустим, у нас, это 2017 год, кружки, кстати, эти с мумитролями, те люди, которые их коллекционируют, те люди, которые покупали их когда-то давно, продают сейчас эти кружки по баснословным ценам, ну, вот так я тоже как-то прониклась этой идеей, покупая эти кружки, правда, не так давно, но, наверное, лет не 10, но, наверное, лет 8 я их коллекционирую, как-нибудь покажу свою коллекцию, если у меня будет такая возможность это сделать, то есть вот тоже кружки хорошие и подарки, туда можно насыпать каких-то красивых конфет в красивых упаковках, фантиках, обёртках, и это завязать в такой целлофановый мешочек, украсить бантиком, либо какой-нибудь ёлочной игрушкой, и это будет замечательный подарок. Да, кстати, про ёлочные игрушки, это тоже замечательная идея подарка, которая актуальна в зимний период, люди повесят на ёлочку вашу игрушку, будут вспоминать вас, будут радоваться, и на следующий год тоже. Следующая идея подарков, это, ну, безусловно, для близких уже людей, это такие всякие гаджеты для телефонов, например, у дочери сломался кабель телефонный, я ей купила такой телефонный кабель, у мужа наушники всё время пропадают, но вот я решила ему подарить вот такие наушники, они запечатаны, поэтому я их не покажу, но все знают, это AirPods, Apple компьютеров, поэтому тоже замечательные подарки как мужчинам, так и женщинам, поэтому это то, что необходимо, это то, что нужно, мне кажется, вообще на новогодние праздники, на такие рождественские зимние праздники, лучше дарить то, что действительно необходимо человеку, а не просто так от балды подарю, пусть нравится, не нравится, поэтому я считаю, что нужно дарить то, что будет носиться, использоваться, съесться, в конце концов, такой вот, чтобы это был уют и воспоминание о вас тоже, в то же время. Если говорить о каких-то таких, ну, ну, не драгоценных, конечно, подарках, ну, например, подарках подруге, можно подарить ей, к примеру, какое-нибудь красивое украшение, пусть будет недорогое, это не очень дорогое украшение, вот такой коробочки, можно найти другую коробочку, это не проблема, такие сережки, я тоже уже их показывала, наверное, в одном из своих видео, очень красиво смотрятся элегантно на праздник, да, не на каждый день, но подруга оценит, я думаю, такой подарок. Тоже идея подарка замечательная. Также, как вариант подарка, различные наборы косметические для лица, вот, например, Мадара, у меня набор скраб и гиалуроновый тоник, вот такой вот набор от марки Люмине, здесь и мицеллярная вода, и увлажняющие кремы ночной, дневной, и крем для глаз, увлажняющий. Все различные вариации, гелий для душа, тоже как подарок замечательный, а еще один набор вот у меня с таким глоу-эффектом, чтобы ваша кожа светилась, здесь и гел, и сыворотка, здесь и ночной, и дневной крем. Отличный подарок, потом это красиво упаковано, уже вам не нужно думать, гадать, как упаковать. Замечательные подарки, различные виды косметических таких подарков, я думаю, женщины это оценят, например, вот у меня от Диор такой набор туш и миниатюрка, прям маленькая-маленькая, да, сейчас попробую показать вам, если удастся мне. Вот здесь тушь, а здесь сама, сами тени, но они настолько просто мимишные, вот лучше, все бы тени лучше бы так продавались всегда, нежели большие вариации, очень красивые, такие оттенки натуральные, носибельные однозначно, любая женщина будет рада такому подарку, подруга тем более, дочка, то есть это то, что будет использоваться, очень замечательная идея подарка, уж не буду засовывать, чтобы не шуметь, и красиво оформлено, и в принципе это не такие большие деньги, таких вариаций подарков можно найти как в дорогих марках, так и в бюджетных тоже, я видела, есть разные, в разной комплектации, да, это вот тут опять еще один косметический набор от Lancome, здесь у меня очень красиво оформлено, безусловно, даже жалко открывать, но я покажу, очень красивая упаковка, и здесь полноразмерный объем тоника для лица, да, или это сыворотка, потом здесь объем, ночная масочка их популярная, и сыворотка для кожи, хороший, я считаю, что подарок, и будет он очень актуален, и это будет использоваться, и это будет делать красивым обладателя этого подарка. Что еще можно? Конечно же, всякие различные атрибуты одежды, может быть, это будет немножко сейчас интимный такой подарок, но, например, юноше, парню, мужчине, вашему любимому мужчине, также можно подарить и трусы, да, извините за такое слово, боксеры, они всегда актуальны, они всегда нужны, я знаю, что не всегда мужчина пойдет и сам себя будет покупать эти трусы, да, и как-то забываем мы порой иногда, что нужно нам новое белье купить, а в такие праздники очень приятно получить свежее, свежее белье. Также носочки, вот в такой вот, в таком оформлении, здесь их 5 штук в носков, поэтому нужны, нужны, замечательный подарок, я считаю, что замечательный и очень приятный, я думаю, тот мужчина всегда оценит такой подарок, значит, женщина или любимая думает о нем, заботится о нем, а не просто так что-то купила, лишь бы бритву, например, как принято, хотя и бритвенные принадлежности тоже очень актуальны, они нужны, и это то, чем мужчина будет пользоваться. Также очень хорошим будет подарок, вот такие вот теплые, уютные тапочки, у меня это Шефферт, купленные для моей подруги, и я думаю, что она оценит это, потому что ножки всегда будут в тепле, они очень мягкие, я сама люблю эти такие тапочки, вот и поеду, наверное, себе тоже куплю такие же, потому что я очень люблю вот эти тапки Шефферт, они теплые, ноги в тепле, и такие тапочки в зимний период всегда будут согревать ножки, и будут приятным напоминанием о подарке, о человеке, который подарил эти тапки. Я вот планирую, например, подарить вот эти тапочки ей, сюда же я вставлю кружечку, и насыплю сюда конфеточек, и упакую красивенько в замечательный какой-нибудь мешочек, и так они будут радовать обладательницу этих тапок. Да, ну парфюм это само собой, какие-то косметические средства, лаки, помады, всё это актуально, всё это нужно, поэтому идей очень-очень много. Я поделилась своими вариантами идей, может быть, у вас какие-то тоже есть, поделитесь своими, пожалуйста, в комментариях. Наверное, буду закругляться на этом всё, если что-то у меня появится ещё, я ещё, конечно же, расскажу, но пока это то, что я собрала в подарок, ну деток, конечно же, я подзабыла, вернее, я их не подзабыла, но я не показала. Тоже различные гели для душа, для детей, конфеты, игрушки, лего для мальчиков, это лучшие подарки, для девочек, конечно же, куклы, и мягкие игрушки. Ну, на этом всё, вот такие мои подарки будут приблизительно, и до скорой встречи, пока я вас всех обнимаю, желаю вам хорошего настроения предпраздничного, до скорой встречи, ваша Елена.